МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Мы вместе с вами поговорим о уроках семьи. В частности, сегодня мы будем говорить о видах никаха. Конечно, хотим мы того или нет, но наша семья напрямую связана с никахом. Если мы уже женаты или замужем, конечно, мы можем сказать, хазрат, зачем нам нам это говорить, нас это не касается. Касается, потому что наши дети, на нас, Всевышний Аллаху, возложена обязанность, чтобы мы готовили наших детей к семейной жизни, чтобы мы заботились о том, чтобы наши дети нашли себе прекрасные половинки, или мужа, или жену. В одном из изречений наш любимый пророк Мухаммад, саллаллаху, алейкум саллаллаху, сказал, то есть все зависит от намерения. Конечно же, открыто, вот, ты будешь прекрасным мужем, или ты будешь самой лучшей женой, маленьким детям. Об этом, наверное, не нужно говорить. Они будут видеть, как мы, будучи мужем, или будучи женой, ведем себя со своей второй половинкой. Давайте мы вместе вспомним, когда ранее наши бабушки и дедушки, наши родители, когда даже накладывали суп, в первую очередь, конечно же, они накладывали мужу, и только потом уже детям. И поэтому вот это изречение, «Иннамаль агмалу бинният», все зависит от нашего намерения, конечно же, об этом мы должны донести детям, что мы создаем семью не потому, что он такой красивый, или она такая красивая, а мы создаем семью ради довольства Всевышнего Аллаха, об этом не забывайте, и помните об этом. Конечно же, виды не каха, когда наши дети уже подросли, и мы видим, что это уже юноша, мужчина, или она уже девушка, и нужно найти вторую половинку на нас, на родителях. Это лежит обязанностью, чтобы мы подобрали, показали, сказали, вот, дорогой наш сын, посмотри, вот в той семье выросла прекрасная девушка, она и читает намаз, и держит у разу, и послушна своим родителям, и помогает по семье, или, когда мы выбираем для своей дочери, то говорим, смотри, какой он прекрасный мужчина, он помогает своим родителям, он заботится о младших и уважает старших, то в этот момент не кахи делятся на несколько видов. Самый первый вид, о котором мы с вами хотели бы поговорить, это обязательный вид, то есть это ваджеб, когда человек опасается впасть в прелюбодеяние, если отложить никах, то есть если молодой человек или девушка чувствует, что они могут совершить грех, то вступление в никах, брак для них становится обязательным, то есть этим молодым людям обязательно. К сожалению, сейчас мы можем видеть множество случаев, когда молодые люди без никаха живут друг с другом, когда у родителей спрашивают, что почему, как, это же великий грех, это прелюбодеяние, почему же ваши дети живут без никаха, тогда родители своему стыду, не зная о грехе, отвечают, пусть поживут, а вдруг не сойдутся характерами. Девят, сойдутся ли характерами, не сойдутся ли характерами, без никаха даже прикасаться, без никаха даже обнять, поцеловать или подержаться за руку является грехом, и пусть Аллаху Субхану Маталя нас убережет от этих грехов. И поэтому, если мы видим, что наш сын уже вырос и может совершить прелюбодеяние, то значит для нашего сына ваджеб обязательным становится сделать никах. То есть мы, родители, собираемся, просим руку девушки, готовимся, приглашаем гостей и совершаем никах. Второй вид. Также есть никах, который запретен, харам. То есть нельзя, грех, когда у человека есть отклонения и недостатки, связанные с физиологическим и психологическим здоровьем, нравственным образом жизни. Например, человек, рядом с которым невозможно гарантировать безопасность женщины или детей. Аллах Ля пусть убережет, конечно, от этого. Ну как же, Хазрат, как мы можем, вот пришли, они просят руки нашей дочери, как же мы можем узнать для него, может быть, харам, может, он действительно руку подымает. Поэтому у нас принято, чтобы мы знали семь своих поколений. Мы можем посмотреть на родителей, мы можем посмотреть на бабушку и дедушку, и будет видно, конечно, к большому сожалению, если предки били свою жену, я прошу прощения за эти слова, подымали руку на супругу, то большой шанс, что и сын будет совершать это. Когда приходят люди на консультацию перед никахом и спрашивают, задают различные вопросы, конечно же, мы им советуем, чтобы они попросили друг у друга справку о здоровье, о физическом, о душевном даже здоровье, чтобы действительно видно было, нет ли каких-либо отклонений у молодых людей. Возможно, они не являются тем, кому можно читать никах. Об этом тоже обязательно, когда вы готовитесь к никаху, краснее, бледнее, как бы ни было, но вы попросите подобные справки у молодых. Третий вид – это желательный мустахаб, когда у тех, кто собирается связать себя узами брака, спокойный темперамент, они способны контролировать, но все равно опасаются совершить грех. То есть это желательный, когда все нормально, когда действительно уже подобрали себе пару, когда выбрали самого лучшего джигита, когда вы выбрали самую лучшую девушку, то вам желательно прочитать никах. Часто задают вопрос, а вот встречаться сколько, как, год, два, больше? Нет, Дима, чем раньше вы женитесь или выйдете замуж, тем будет лучше. Конечно, мы можем, к сожалению, видеть примеры, когда молодые люди встречаются годами. Встречаются именно, прошу не путать, именно в рамках шариата, то есть не уединяясь, не где-то там, не находясь одни, а именно в рамках шариата, то есть знакомиться, видеться друг с другом, то после того, как совершается никах и регистрируется в ЗАГСе, то прожили год или даже меньше, ой, мы не сошлись характерами. Поэтому пока вы встречаетесь, то есть изучаете, даете друг другу там различные анкеты, еще что-то, то нас ныне научили так играть, что мы можем на любые вопросы отвечать так, как вам нужно. И поэтому девушка может отвечать так, как нужно парню, а парень может отвечать так, как нужно девушке. То есть то, что она хочет услышать, то она услышит. Здесь, конечно же, будьте особо, не затягивайтесь с никахом и постарайтесь, если вы увидели, понравились друг другу и ваши родители согласны, то поскорее совершайте никах. Четвертый вид – это нежелательный мокрух. Когда человек беден и опасается, что он станет таким, как в случае запрещенном, то в случае, то есть он не может содержать семью, то для него является нежелательным, чтобы он действительно овладел какой-либо профессией, он начал зарабатывать деньги, что да, я смогу прокормить семью, да, мы будем жить в съемном жилье, мы будем снимать там комнату в общежитии или еще где-то, но он уже может купить хлеб, может купить молоко, может купить мясо, может купить платье, может купить платочек, то есть он уже в состоянии обеспечивать, об этом тоже нужно не забывать. И пятый вид – это дозволенный, когда никах не является необязательным, нежелательным, незапрещенным, то есть это пятый вид, когда уже у нас стандартная ситуация, поэтому никогда не затягивайте с никахом. И действительно, вот, хазрат, если случилось так, да, вот мой дед поднимал руку, я боюсь, что я тоже такой буду, отец был таким, аль-хамдул-лях, руби-ля-ля-мин, то для этого у нас есть большой пример, наш пророк Мухаммад, саллаллаху али-салям, который всегда нас учил, если вы злитесь, то сядьте, если не помогает, лягте, и если это даже не помогает, то тогда идите, возьмите тахарат, умойтесь холодной водой. И шайтан, он создан из огня, а вода гасит огонь. То есть, тем самым, мы отстынем и не будем злиться. Здесь, конечно же, каждый из нас знает свое психологическое состояние, каждый из нас знает свои больные точки, каждый из нас знает свои болезни, и об этом мы должны, не стесняясь, разговаривать открыто. Конечно, есть и препятствия, которые могут запретить никах, кроме тех условий, которые мы вместе с вами говорили. Допустим, в одном роддоме родилась девочка, и в этом же роддоме родился мальчик. И у одной из мам не было пока молока, она чуть-чуть подкармливала чужого ребенка. То есть, эти дети друг к другу становятся молочными братом и сестрой. То есть, не кровными, не по родству, а именно по молоку, по кормлению матери, то для них тоже является запрещенным читать никах. Об этом тоже не забывайте. Порой бывает, хвастается, хозра, вот этого юношу я же кормила в детстве грудью молоком. То есть, дети ее, и он являются молочными братом и сестрой. То есть, по крови, по молоку получается, нельзя совершать никах. Это будет являться большим препятствием. Даже если мы прочитаем, никах будет недействителен. Об этом не забывайте. Конечно же, у никаха есть определенные условия, которые мы должны помнить и не нарушать. Также возникает вопрос, хозра, есть ли понятие как помолвка. Мы часто видим в светском обществе, когда есть помолвка у нас в религиозной терминологии это называется как хитба. Когда родители молодых договорились, молодые понравились друг другу, то с этого момента они начинают обсуждать дату никаха. То есть, это и есть хитба. Все, теперь парень и теперь девушка, они готовятся к никаху. Что к парню, что к девушке теперь нельзя свататься. Да, я не оговорился, я говорю, потому что мы можем видеть иногда, что девушка выбирает парня и к парню сватается, чтобы он взял в жены эту девушку. Тоже не секрет, нынешние наши дамы, они настолько активны, что мы можем порой это видеть. Поэтому помолвка в исламе, она есть. Помолвкой не нужно пронебрегать, обязательно нужно, чтобы вы встретились, собрались, обсудили, это есть хитба, и далее готовились к никаху. У никаха есть условия. Условия никаха это самое первое, это, конечно же, вера. Будущий муж моей дочери, он прекрасен, у него хорошая профессия, работает, такой заботливый, дарит цветы, подарки, все прекрасно, но он не мусульманин. То здесь, ребят, это не Рустам Хазрат, не кто-то другой, ни муфти, ни казы, никто, об этом говорит сам Аллах Аззаваджаль, сам Всевышний Творец, который принимает никах, он говорит, что глава семейства, мужчина, муж, должен быть мусульманином, мусульманином. Да, порой мы, это тоже не секрет, ни для кого мы видим, когда, мы, конечно, об этом не знаем, мы не можем заглянуть в сердце, когда просто для того, чтобы прочитать никах, они говорят, ля иляха, илялла, Мухаммаду Расулюллах. Если обман, если человек чисто, искренне не уверовал, то даже прочитанный никах, он будет недействителен. Не забывайте об этом, помните. И тем более, раз вы сказали во время никах, ля илях, илялла, Мухаммаду Расулюллах, значит, вы мусульманин и мусульманка. То есть, глава семейства, он должен быть обязательно мусульманином. Он, будучи мусульманином, да, Всевышний Аллах, как исключение, разрешает брать в жены или христианку, или иудейку. То есть, это у нас называется Ахлюль-Китаб, тем, кому приходили пророки. В самую первую очередь, конечно же, это большие культуры. Поэтому, чтобы в семье был мир и согласие, муж и жена должны быть одной веры, чтобы не возникали разночтений и разногласий. Поэтому, уважаемые наши мусульмане, выбирайте себе в жены мусульманку. Что же касается мусульманки, то она не может выйти замуж. То есть, никак не будет прочитана, и даже если будет прочитана, не будет действительным, если она выйдет за христианина, иудея или кого-то другого не мусульманина. Помните об этом. Конечно же, от вас придет множество вопросов, и вы можете сюда обращаться на телеканал Хузур, и мы постараемся ответить и на те семейные вопросы, которые у вас возникнут. Поэтому, первое, это вера, это первое, это ислам. И пусть в одной семье, конечно же, будет одна вера, одна культура, один язык. Второе, так же, как мы уже говорили об этом, это допустимость брака между женихом и невестой. Чтобы они не были близкими, родственниками ни по крови, ни по молоку. Третье, это согласие родителей. Конечно же, наши телезрители могут сказать, Хазрат, вы что, у нас же в ханафитском масхабе можно и без согласия родителей, то есть, это необязательные условия. Да, конечно же, но вы, будучи, сбежав от своих родителей и прочитали никах, ваши родители переедут жизнь жить на Марс, нет, они останутся здесь. И когда у вас родится ребенок, вы в первую очередь обратитесь к маме, помоги. Как же вы будете им в глаза смотреть, когда вы никах хотите прочитать без родителей? Нет. Поэтому обязательно должно быть благословение родителей. Хазрат, ну вот они меня не понимают, они против этого парня или этой девушки. Наши родители живут нами, любят нас, ради нас они готовы даже в любой момент отдать свою жизнь. Вы также любите, цените, берегите. Если они против, значит, что-то есть. Значит, что-то есть, что к вам не подойдет, потому что они вас вырастили, они знают ваш характер, они знают ваши традиции, они знают то, что вам подойдет или не подойдет. Конечно же, в любой вещи есть исключение, но в большинстве своем родители остаются правыми. И поэтому тот никах, который будет прочитан без согласия родителей, он будет без барраката. Пусть в каждой семье будет барракат, поэтому обязательно добейтесь, уважаемый мужчина, я обращаюсь к вам, если вы завоевали ее сердце, то сердце родителей вы тоже завоюете. Немного терпения, усердия, и Аллах вас не бросит, Аллах вам поможет. Четвертое, это дееспособность и совершеннолетие. Порой нам в исламскую традицию говорят, вот вы читаете никах детям или несовершеннолетним. Вы что? Никогда пусть не будет такого. Конечно же, есть в определенных местах традиция, когда дети рождаются, допустим, у одного друга родилась девочка, у другого мальчик, конечно, они могут помечтать, что вот когда они вырастут, а мы женим их. Но когда дети вырастают у каждого ребенка есть свое мнение, и он не обязательно женится или выйдет замуж за того, кого выбрали родители. Об этом мы должны помнить и не стесняться, не бояться этого. Следующее условие это соответствие жаба и кабуль, то есть согласие во время никаха и у девушка, и парень должны сказать, да я взял, да я вышла по своему согласию. То есть когда говорят на ислам вы насильно отдаете дочерей замуж, нет, любое по несогласию, то есть любое по несогласию прочтение никаха не будет действителем, Всевышний не примет. А помните тот хадис, все зависит от намерения, если мы просто так сыграли спектакль, прочитали никах, не выполняя условия, то в этом никахе нету ничего, даже этого никаха нет. Следующее это присутствие свидетелей, то есть минимум двое мужчин, следующее это согласие на никах и единство времени и места. Ныне, когда развиты IT-технологии очень часто приходят вопрос хазрат, а вот можно по скайпу или по каким-либо другим технологиям нам прочитать никах, потому что жених там где-то, раз жених там где-то или невеста там где-то, неужели жених не может приехать на свою свадьбу? Нет, вот не может, он учится, он еще что-то, значит он еще не готов жениться, раз он не может приехать на свою свадьбу, поэтому пусть он сделает все, чтобы никах был прочитан в одном месте, в одно время, а не где-то далеко и где муж и жена в разных местах, поэтому эти никахи, конечно же, они будут недействительны, потому что не выполнено условие равенства супругов, это добровольное условие, именно социальное, национальное, языковое, материальное равенство супругов, и следующее обязательное условие, это выплата махара, то есть невеста у своего будущего супруга просит определенный подарок, конечно же, она может попросить все, что хочет из материального, она может даже попросить самолет, но наш народ говорит, когда ты вытягиваешь ногу, вытягивай ее по одеялке, ноги могут замерзнуть, поэтому вы попросив у него самолет, он может сесть на этот самолет и улететь, в моей практике было так, что когда женились студенты, одна из студенток, она у своего будущего мужа прямо на никаке попросила 5 килограмм золота, это ничем хорошим не закончилось, поэтому уважаемые мужчины, конечно же, вы должны обеспечить, уважаемые девушки, невесты, просите, согласовав своими родителями, то, что он сможет сделать, потому что махар это ваш парашют, Аллах согласен, но если что-то случилось, то чтобы живя на махар, вы могли прожить какое-то время. Счастья, здоровья и благополучия в каждую семью. Вместе с вами уроки семьи Рустам Хазрат Хайрулин и телеканал Хузур ТВ. Редактор субтитров Редактор субтитров